Следственный комитет констатирует, что для реализации мошеннической схемы фейкбосс преступники изучают чаты в мессенджерах, которые используются для общения в трудовых коллективах, собирают информацию об учреждениях, организациях из открытых источников, в том числе сведения о руководителях, создают копии учетных записей в мессенджерах на их имя. Далее, с помощью такого фейкового аккаунта руководителя, преступники вступают в переписку с подчиненными и, используя доверие к начальнику, дают якобы от его имени определенные указания или разъяснения. Чаще всего такой фейковый руководитель сообщает о некой внештатной ситуации и предупреждает о предстоящем разговоре с якобы сотрудниками правоохранительных, контролирующих и иных государственных органов, при этом просит сохранить конфиденциальность общения. После чего с потерпевшим связывается посредством мессенджера якобы компетентное должностное лицо, которое для подтверждения полномочий может прислать фотографии удостоверения или копии каких-либо служебных документов, на самом деле не соответствующих действительности. В ходе такого общения и переписки преступники под различными предлогами склоняют потерпевшего к сообщению реквизитов доступа к банковским счетам, перечислению денежных средств на подконтрольные им расчетные счета или передачи денег курьерам. Наиболее часто данная схема обмана используется среди работников сфер образования и здравоохранения. Среди пострадавших есть в том числе работники предприятий агропромышленного комплекса и продовольствия, а также промышленности. Важно отметить, что мошенники постоянно совершенствуют преступный инструментарий и мошеннические схемы. Для убедительности в фейковых аккаунтах в мессенджерах устанавливают фото руководителя коллектива, отправляют голосовые сообщения, созданные с помощью искусственного интеллекта, с голосом якобы этого руководителя, или осуществляют звонки его голосом. В этой связи Следственный комитет призывает граждан быть убедительными и принимать меры собственной безопасности.